И мы начинаем наш вебинар, который посвящен уходу за кожей во время диеты и активного похудения. Сейчас и к подготовке новогодних праздников, да, и возможно после наших локдаунов наши клиенты, да, и если у нас сегодня на вебинаре присутствуют и наши основные клиенты, кто пользуется продукцией, кто посещает наших косметологов, да, возможно обнаружили у себя на коже во время похудения различные изменения. Еще всем присоединяющимся к нам добрый день, отвечайте слышно-видно вас, если слышно и видно, можно просто поставить плюсик. И мы с вами непосредственно переходим к вебинару. Надеюсь, тема для вас интересная. Мы в рамках вебинара обсудим три основные проблемы, с которыми часто встречаются и косметологи, которые работают с худеющими людьми, и наши клиенты, это первое, то, что какие проблемы можно обнаружить на коже при, именно при похудении. Также есть некоторые наблюдения, и у меня у самой есть клиенты веганы, с которыми приходится работать несколько иначе, поэтому буду делиться и своим опытом, и опытом нашей компании, как работать с такими клиентами. В основном мы будем обсуждать проблемы с лицом, по телу. У нас будет вебинар уже после Нового года на тему похудения и работы с телом. Сегодня мы будем обсуждать именно проблемы с лицом, проблемы с кожей, которые можно встретить. Обсудим варианты решения. И из своего опыта поделюсь, и сделал специально, пока готовилась, выдержки из материалов Института профилактической медицины. Также обсудим активные ингредиенты, которые стоит смотреть в косметических средствах, когда либо вы, либо ваши клиенты находятся на диете или в моменте похудения. И те средства, на которые стоит обратить внимание, которые компания Глитек выпускает, как для домашнего ухода, так и для аппаратной косметологии, для салонного ухода. Так, ну пока нас не очень много, но я думаю, что мы никого ждать не будем. Кто к нам присоединится позже, могут задать вопросы. И мы непосредственно начинаем обсуждать те проблемы, с которыми сталкиваются наши клиенты. Прежде всего, на диете, когда мы находимся на диете, первое, с чем сталкиваются клиенты, это активное шелушение и обезвоживание кожи. Самая, наверное, часто сопровождающаяся этот процесс проблема, это действительно и шелушение, и обезвоживание кожи. Это процесс естественный. Также на втором месте это потери тонуса и морщины, которые закладываются даже в тех местах, где их не предполагалось быть. Сейчас тоже обсудим, что это такое. И очень часто при смене питания на диете очень многие посетители спортзала сталкиваются с такой проблемой, как раздражение кожи, мелкие высыпания и проявление акне. То есть вот три такие вот серьезные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Кто-то как косметолог в салонном уходе, кто-то как клиент, который находится на похудении. Любые, вообще, почему это происходит? Ну, самое частое обращение, это, как правило, обезвоживание, сухость кожи, повышенная чувствительность и действительно шелушение. Здесь хочется отметить то, что любые ограничения, это и диета в том числе, это стресс не только для всего организма, но и для кожи прежде всего. Особенно такие проявления наступают в первые дни диеты или в первые недели диеты, как только происходит смена питания. Здесь вот про обезвоживание и шелушение. Здесь не важно, на какой диете находится клиент, да, то есть первое, что организм теряет, это вода, поэтому очень часто, это, не очень часто, это всегда заметно на коже. Любое отклонение от нормы, это заметно всегда на коже. Так, добрый день, кто к нам еще присоединился. Также для тех, кто присоединился, напомню, мы обсуждаем сегодня три проблемы, которые связаны с диетой и самые часто встречающиеся у клиентов. Сегодня обсуждаем лицо по телу, будет семинар, уже я сказала, когда это будет после Нового года, после новогодних праздников, будем обсуждать проблемы снижения веса. Сегодня обсуждаем причины, почему кожа портится на диете. Также, вот из возможных причин изменений на коже, это очень быстрое похудение, да, привела в пример, действительно, первая причина изменений на коже, неважно каких, да, это резкое изменение веса. Здесь и быстрая потеря воды, да, изменение режима питания. Вторая причина – это стресс, о котором я уже говорила, да, и любой стресс у нас с вами в организме, да, это вызывает очень серьезные проблемы именно с кожей. Уже научно доказано так же, да, что питание влияет на гормональный фон. Здесь хотелось бы отметить, применение в питании необычных продуктов, да, здесь имеет место быть и употреблений в пищу соевых продуктов, поскольку соя у нас с вами такой продукт, который может способствовать активизации и эстрогенов, да, и повышение их деятельности, наверное, вот так бы, потому что непосредственно на гормональный фон соя не влияет, но многие сталкивались именно с этим, да, то, что изофлавоноиды сои иногда у нас выписывают при гормональных отклонениях, да, при потере эстрогена для повышения именно их уровня, и применение соевых продуктов, соевого молока, бобов, сои, также может у особо чувствительных людей привести к некоторым изменениям. Также при резком снижении веса дефицит микроэлементов здесь и недостаток важных витаминов, минералов может влиять именно на соединительную ткань кожи, плюс это действительно всегда потеря, точнее повышение чувствительности кожи и общего состояния, да, то есть поэтому вот возможные, написала я возможные причины, но это при смене питания в основном очень сильно влияет на состояние кожи. Что еще хотелось бы отметить, да, поскольку резкая смена питания также меняет вывод токсинов, да, у нас токсины с вами существуют и не только внешние, но и внутренние, да, то есть все продукты метаболизма начинают выводиться в несколько ином русле, что может вызвать как и обезвоженность также кожи, да, то есть все те проблемы основные, да, с которыми клиенты обращаются, да, и также может спровоцировать раздражение кожи и появление акне. Наверное, сразу вот обрадую, может быть, да, поскольку эти проблемы начинаются где-то к концу первой недели диеты, да, и могут сами себя ликвидировать к концу первого месяца, да, или в интервале полтора месяца в организме полностью баланс восстанавливается, да, и если не усугублять эти проблемы, то, соответственно, можно наблюдать уже хорошую кожу. Ну, что делать, если у нас с вами, да, все-таки это происходит? Прежде всего нужно выстроить нормальный алгоритм действий, и очень многие косметологи и диетологи рекомендуют добавить, конечно же, воды, да, в нашем случае это дополнительное увлажнение кожи, сейчас подробнее будем об этом говорить, да, и диетологи рекомендуют питьевой режим, чтобы восполнить баланс именно воды в организме, поскольку отсутствие воды влияет не только на именно состояние кожи, да, но еще и на ее плотность, внешний вид, и также способствует выведению метаболитов, да, поэтому здесь питьевой режим будет очень важен. Я тоже чуть позже подробнее специально сделала заметки, выписки, потому что именно по поводу питьевого режима очень много споров, и считается, что никто не знает, как, сколько воды выпивать, да, в процессе. Существуют разные методы и разные рекомендации, тоже потрудилась именно по институту, туда листаю, по поводу питьевого режима сделала выдержки, изучила специально подробно материал, потому что я сама, почему выбрала еще и эту тему, потому что я сама всю жизнь держу вес, да, пробовала различные диеты, и действительно проблемы с кожей существуют, да, и как их решить, я знаю не понаслышке. Клиенты у меня практически все находятся либо на каких-то модных диетах, да, как вот исторически сложилось, да, и одно время работала в спортклубе, в косметическом кабинете спортклуба, поэтому именно алгоритм действий, с удовольствием с вами алгоритмом действий поделюсь, да, и по поводу питьевого режима. Здесь институт терапии и профилактической медицины, их рекомендации при нормальном весе принимать 25-30 мл жидкости на килограмм массы тела, да, в общей сложности по этой формуле очень неплохо и просто можно высчитать свою собственную норму питьевого режима, да, и по рекомендациям уже, если вы идете на снижение веса, то его нужно увеличить, да, и мы берем максимальную сумму, это 30 мл жидкости на 1 кг массы тела, и уже, собственно говоря, столько вы и рекомендуете питьевой режим, да, то есть, допустим, у кого-то это будет полтора литра, у кого-то это будет там чуть больше литра, но, как правило, литр воды в день нужно принимать, да, а у кого-то будет это два и более, поэтому здесь цифра всегда получается индивидуальная. Расчет здесь существует для любого пола, для любого возраста расчет будет одинаковый. Разница в расчетах может быть и нужно советоваться именно с врачом или с диетологом, когда имеются некоторые отклонения по здоровью. Это, как правило, эндокринологические заболевания, заболевания внутренних органов, да, в основном это патология почек, да, и проблемы с сердцем. Здесь тоже, как бы, рекомендуется несколько другой питьевой режим, который, в принципе, будет назначать врач. Здесь расчет жидкости идет с учетом и соков, и супов, и различных компотов, да, то есть здесь жидкость идет в общем, плюс из всего расчета жидкости, то есть если у вас по расчетам, допустим, полтора литра нужно выпивать, то 70% из этих полутора будет чистая вода, а все остальное другие жидкости. И еще такая ремарка, да, то есть если есть любители кофе, то, опять же, считается по максимуму, потому что кофе очень быстро выводит воду, да, и вернемся дальше к увлажнению, да, то есть и в момент, как только вы начинаете какие-то диетические комплексы или просто решили похудеть, да, все-таки придется добавить увлажняющих компонентов в уходовые средства и далее уже смотреть по состоянию кожи. Следующий алгоритм, то, что входит в алгоритм действий, да, то есть это нужно нормализовать работу саниных желез, да, поскольку выведение, не нравятся мне слова, токсинов, метаболитов, да, будет, может способствовать, да, выделению излишнего кожного сала, может, могут забиваться поры, это будет нормально, да, когда человек находится в процессе похудения, да, и здесь нужно обратить внимание именно на это. Сюда я бы включила дополнительное очищение, если и ежедневное, да, и добавила бы процедуры, которые направлены на очищение кожи, даже если изначально такой проблемы не существовало, да, то здесь можно добавить, например, там ультразвуковой пилинг, можно добавить какие-то энзимные пилинги для того, чтобы помочь коже нормализовать работу сальных желез, да, и помочь ей справиться с очищением. В этом случае можно предотвратить, опять же таки, следующую проблему, да, с которой может клиент столкнуться, это какие-то высыпания, да, и развитие акне. Если они появились, да, то третий этап, да, успокоить кожу, убрать очаги воспаления уже специальными средствами еще в начале, чтобы не усугубить проблему далее, да, и визуально уменьшить проявление проблем. Здесь еще хотелось бы отметить, да, что вот на первом этапе именно ухода за кожей людей, находящихся на диете, если вы косметолог, да, и ведете клиента, то когда вы изначально начинаете включать в этап ухода какие-то дополнительные средства, да, или рекомендуете клиенту обратить внимание на поменять домашние средства, то можно половины проблем избежать, но если они все-таки появились, и клиент к вам пришел изначально уже с потерей большой массы тела, да, то у нас будет немножко другой алгоритм. Сейчас буду постепенно все рассказывать. А, я бы еще, наверное, обратила внимание на то, что именно очень важно, если клиент находится на диете или вы сами являетесь клиентом, да, именно основные такие проблемы, да, когда мы имеем дело с потерей тонуса и морщин, и когда усугубляются морщины, здесь большое значение имеет еще возраст. Если вы старше 40-45 лет, то особое внимание стоит уделить именно в момент похудения и еще и уходу за собой, поскольку, когда вы исключаете из рациона питания, например, углеводы или же для меня, например, когда люди старше 40 лет худеют без белка, да, то есть для меня, например, как для косметолога это большая проблема, да, потому что мы всегда имеем проблему такую именно искончение кожи, да, и вот как раз явно и быстрого проявления морщин. Я сама лично делала такие ошибки, поскольку много и иногда нужно быстро сбрасывать вес, да, то есть и сама делала такие ошибки, что здесь активно сразу выделяется как потеря тонуса кожи, да, толщины плотности кожи из-за отсутствия витаминов, да, на какой-то момент снижается выработка коллагена, да, если нет белка, если в рационе отсутствует белковая пища, в том числе и жиры. Многие диетологи пишут, что большая проблема, да, то есть когда мы переходим просто на питание с обезжиренными продуктами, они никакую пользу не приносят, и действительно с ними получается, еще больше усугубляются проблемы. Здесь хотелось бы, я не буду, наверное, рассказывать, что я сама делаю, да, что, ну, какие у меня были ошибки, если интересно, прям расскажу, потому что у меня это как, ну, на сегодняшний день, да, для меня это еще пока непоправимая моя ошибка, да, то есть когда я, например, лично отказалась от жиров, да, и перейдя просто на, прям резко перейдя на натуральную пищу, поэтому для меня это было в плане внешних проявлений достаточно серьезно. Но здесь, если вы переходите на, ну, можно сравнить, например, там, с веганскими диетами, да, то есть вы переходите на полностью растительное питание, здесь можно поддерживать кожу именно косметическими средствами, если это действительно ваш выбор, чтобы она плавно потом сама по себе восстановилась. И на что следует обращать внимание, да, на какие средства? Прежде всего, чтобы восполнить кожу влагой, да, мы обращаем внимание на средства, которые содержат в себе гиалуроновую кислоту, то вообще это кладезь полезных веществ, да, в плане быстрого восстановления кожи именно во время диеты, да, поскольку все виды гиалуроновой кислоты будут влиять на восстановление кожи. Например, низкомолекулярная кислота позволит быстро восстановить водный баланс, да, также используется еще для этих целей нано-гиалуроновая кислота, да, которая очень быстро, глубоко проникает, восполняет баланс влаги. Наверное, единственным ее недостатком будет то, что она очень медленно восстанавливает и практически не влияет на глубину морщин. Среднемолекулярная кислота также достаточно хорошо проникает в глубину кожи, да, плюс обладает противовоспалительным действием, да, что еще будет являться профилактикой, да, каких-то воспалительных процессов. И вот высокомолекулярную гиалуроновую кислоту здесь тоже стоит брать в расчет, поскольку удерживать влагу в коже ей, грубо говоря, позволено очень хорошо, да, плюс она очень хорошо регулирует водный баланс. А вот среднемолекулярная кислота еще будет способствовать усиленной выработке коллагена и эластина, да, что поддержит кожу в очень хорошем состоянии. Ну, хитозан, да, то есть увлажняющие компоненты, которые часто встречаются, да, обладают еще и сосудоукрепляющим действием, да, сук алоэ вера, как поможет вам с оказанием какого-то противовоспалительного действия, так и увлажнению кожи. Также хочется обратить внимание на мягкие кислоты, такие как молочная кислота, фруктовые кислоты. Но здесь, допустим, в случае, если во время диеты, а так очень у многих бывает, при смене рациона, также если активные начались занятия в спортзале, очень часто это может сопровождаться мелкими высыпаниями и действительно серьезными акне, да, то все равно в момент таких жестких диет, да, не стоит злоупотреблять серьезными или глубокими химическими пилингами, а стоит обратить внимание на мягкие кислоты, да, то есть это будет молочная кислота, АХА-БХ кислоты, или же избегать пилингов, да, вводить средства по уходу ежедневному, да, которые будут их содержать. Также для поддержания увлажненности кожи очень хорошо посмотреть в составе косметики вазопротекторы, да, которые будут положительно влиять на сосуды и обеспечивать быструю доставку влаги практически во все слои кожи. А вот на компоненты, которые влияют на состояние и тонус кожи, хотелось бы уделить внимание, да, мы привыкли, что пептиды, да, пептидная косметика в основном используется у нас уже достаточно в серьезном возрасте, когда нужно поддерживать состояние кожи зрелого человека, но в данном случае, да, то есть если курс идет диетический, то пептидные комплексы очень хорошо влияют на толщину кожи, тоже в этом случае я, например, люблю очень пептид матриксил, его стоит, на него стоит обращать внимание, да, когда ваш клиент находится на диете, чтобы плотность, эластичность кожи, да, ту же толщину кожи держать в нормальном состоянии. Про гиалуроновую кислоту я уже рассказала, да, то, что все три вида гиалуроновой кислоты стоит применять в этом периоде. Также хотелось обратить внимание, да, на основные антиоксидантные комплексы и витаминные комплексы. Для, здесь, даже если вы, единственное, что вы, наверное, не, если есть какие-то аллергические, возможно, реакции на витамин С, да, но хотелось бы обратить внимание на средства с витамином С, да, поскольку он у нас с вами участвует в выработке коллагена, да, очень хорошо влияет на сосудистую сетку, и именно в момент, когда вы находитесь на диете или же очень быстро у вас идет потеря веса, и кожа не успевает именно восстановиться, то для того, чтобы избежать потери тонуса, в качестве профилактики средства сыворотки с витамином С здесь будут просто необходимы. Также хотелось бы обратить внимание на средства с аналогами стволовых клеток, да, например, клеточные фитокультуры очень часто используют стволовые клетки растений, да, и особенно хотелось бы обратить внимание возрастных клиентов, которые находятся в состоянии похудения, да, потому что очень хорошо стимулируется выработка коллагена, менее заметен процесс провисания кожи, здесь даже можно рекомендовать клиентам не только в области лица, да, такие средства, но и средства, когда идет резкая потеря веса, например, чтобы аккуратно поработать с внутренней стороной бедра, да, с внутренней стороной руки, убрать тряблость кожи и сделать незаметными как раз проявления похудения. Также, если есть склонность к растяжкам, да, и к образованию рубцовой ткани на лице, тоже стоит обратить внимание на эти компоненты в составе. Гидролизаты, коллагены и эластина. Здесь, ну, бесспорный помощник, да, гиалуроновой кислоте, поскольку и отлично удерживает воду, плюс стимулирует выработку собственного коллагена в момент резкого или когда уже похудение случилось и присутствует и тост тканей, да, в случае, например, тела и груди начинают образовываться растяжки, то эти средства, эти компоненты в составе очень необходимы. Что делать тем, кто находится на вегетарианской диете и совсем решил отказаться как в питании, так и в использовании, например, косметических средств, средств по уходу за собой, да, некоторые отказываются от шампуня, которые содержат компоненты такие, да. Гидролизаты коллагена и эластина могут синтезироваться с синтетическим путем, поэтому не всегда используются ткани животных. Очень часто гидролизаты коллагена, да, представлены из водорослевых компонентов, поэтому не стоит здесь переживать, их можно тоже найти точно так же, да, как и стволовые клетки, да, то есть стволовые клетки растений, это клеточные культуры, которые, ну, самое популярное, это стволовые клетки яблока, да, акации, очень часто используются стволовые клетки акации, да, поскольку очень хорошо стимулируют выработку коллагена и обладают еще очень хорошими увлажняющими свойствами, поэтому стоит обращать внимание на такие вещи. Чему еще хотелось бы уделить внимание, да, именно в момент диетического питания это на дополнительное очищение и средства, которые мы используем для населения регенерации кожи, да, восстановления кожи, плюс именно пилинговые средства. Очень часто агрессивные пилинги, я уже говорила об этом, да, то есть очень часто кислоты оказывают еще и раздражающие действия и повышается в момент похудения чувствительность кожи, поэтому для очищения все-таки лучше использовать мягкие пилинги. В данном случае, если даже вы до этого не любили, да, или пренебрегали ультразвуковой чисткой, да, то стоит обратить на нее внимание, также стоит обратить внимание на энзимные пилинги, почему, да, по той простой причине, что способствуют восстановлению состояния кожи, да, плюс способствуют дополнительному очищению кожи и очень хорошо убирают воспалительный процесс. Если кожа склонна к высыпанию, напомню, этому может быть масса причин, поскольку при резкой смене питания вывод метаболитов может быть как нестабильный, да, организму нужно дать перестроиться, плюс нарушается баланс стероидных гормонов, да, это временное явление, напомню, что питание все-таки влияет, да, на гормональный баланс, поэтому могут быть действительно высыпания такого рода, плюс у нас с вами кишечник очень сильно влияет на состояние кожи. Нарушение микробиома кишечника также будет отражаться и на состоянии кожи, поэтому если появились какие-то нарушения, да, то стоит обращать внимание на косметические средства, которые содержат гидролизат и бактерии, да, чтобы восстановить микробиом кожи, также убрать раздражение. Здесь еще хотелось бы обратить внимание на противомягкие такие вот противовоспалительные средства, да, и на всем известный неацинамид, да, который помимо основной своей функции еще очень хорошо регулирует выработку кожного сала, влияет на состояние пор, да, и отлично тонизирует кожу и в качестве, например, профилактики, да, если вы боитесь каких-то проявлений, да, во время диеты, то стоит в косметические средства ввести средства с неацинамидом. Также я уже сказала, да, про лизатые мифиды и лактобактерии, да, стоит еще в составах обращать внимание, да, на фукогель, который обладает свойством, да, восстанавливать также микробиом кожи, и поэтому это будет отличной профилактикой именно как и обезвоживание, и профилактикой повышенной чувствительности кожи, да, и также будет профилактика акне, если, например, вы к этому склонны. Также хотелось обратить внимание, очень многие наши клиенты, да, во время похудения прибегают к массажу тела для того, чтобы улучшить этот процесс, но мне хотелось бы обратить внимание ваше, да, на массаж лица, чтобы избежать потери тонуса кожи, да, какому-то временному проявлению глубины морщин, да, на момент быстрой потери веса, да, и в качестве профилактики действительно стоит обратить внимание, обратиться к массажам. Здесь подойдут практически все виды массажа, да, например, модные сейчас массажи при помощи скребка гуаша, массаж асахи очень хорошо восстанавливают лимфу, что способствует доставке воды, да, в кожу, да, лучшему оттоку лимфы, да, это будет профилактика, и воспалительных процессов, да, профилактика обезвоживания, можно работать, если вы, например, там не владеете массажем гуаша, или массажем асахи, да, здесь можно включить обычный массаж по Ахабадзе, с которым косметологи все неплохо знакомы, да, это базовый массаж, про него все забывают иногда, да, потому что сейчас модно хиромассажи, пластические массажи, да, там применение каких-то остеопатических техник в массаже для интенсивного быстрого лифтинга, но вот здоровье кожи, да, позволит восстановить именно массаж по Ахабадзе, потому что он прорабатывает, да, мягко лимфосистему, да, позволяет коже восстановить водный баланс, да, также в этот массаж входят и интенсивные, да, действия, интенсивные манипуляции, которые позволят подтянуть кожу и немножко воздействовать на мышцы, тем самым позволяя коже быстрее восстанавливаться, да, и опять же это будет профилактика различных возможных воспалительных процессов, да, еще хотелось бы обратить внимание на физиотерапевтические процедуры, даже если ваши клиенты избегали их, да, это в косметологии, да, возможно, вы применяли какие-то инъекционные методики, физиотерапия на момент именно похудения будет работать не просто лучше, да, а это необходимость, да, там процедуры, будут усиливать обменные процессы, да, работать с кровотоком, плюс многие физиотерапевтические процедуры, да, усиливают регенерацию тканей, да, и также позволят, опять же таки, поработать с лимфосистемой, да, чтобы нивелировать возможные какие-то проявления на коже. Также это будет, если и по телу, и по лицу, да, это и профилактика растяжек возможных, да, профилактика образования, там, постакне, и опять же профилактика совсем акне, плюс это всегда идеальное увлажнение. Здесь можно использовать практически все физиотерапевтические процедуры, да, и гальванизацию, импульсные токи, и микротоковую терапию, все форезы, если в момент, да, похудения есть высыпания, можно воспользоваться и дарсонвализацией, плюс, опять же таки, это усилит дополнительно кровоток, и агрессивных процедур, да, каких-то можно избежать, не прибегая, например, к каким-то очень серьезным инъекционным методикам, которые в данный момент будут, ну, на мой взгляд, агрессивны. Какие, на какие средства стоит обратить внимание, и с чем еще мне хотелось бы вас познакомить? Так, мне кажется, я вроде все аспекты рассказала, мне тут, я себе приготовила план, чтобы не сбиться, но мне кажется, я ему все-таки следую. И подключить действительно физиотерапию будет очень хорошо, и действительно массажи очень хорошо скорректируют практически все проявления. А начну я, наверное, со средств, именно с очищающих, которые выпускает компания Гильтек, да, и с которыми многие из вас хорошо знакомы. Именно в процессе похудения лучше выбирать для ухода за кожей, неважно тело это, лицо, именно нейтральные очищающие средства. С гелем очищающим компания Гильтек знакомы, наверное, все. И в данном случае, например, мой выбор, да, и мои рекомендации будут именно этот гель как для ежедневного применения, так и для салонных процедур, да, потому что при смене питания, при дополнительных каких-то спортивных нагрузках есть риск всегда аллергических реакций, да, и именно этот гель вам поможет максимально безопасно, без вреда для кожи снимать макияж, да, и даже если бы не по, и ежедневные загрязнения. Да, также хотелось бы обратить внимание на очищающие средства, именно еще на гель очищающий из линии ЗЮ, поскольку это для любителей натуральной косметики, для веганов, поскольку в составе геля, там тоже нейтральный пиаж, в составе геля есть еще и натуральная цветочная вода, поэтому для любителей натуральной косметики можно обратить внимание, или для домашнего ухода можно обратить внимание еще и на него, у него легкое противовоспалительное действие, да, в составе как геля очищающего базового гельтек, да, так и геля из линии ЗЮ есть гомонелис, который очень хорошо успокаивает кожу. Далее для дополнительного очищения и более глубокой чистки мне хотелось бы именно обратить ваше внимание на энзимную пектиновую маску, она будет сочетать два в одном, да, то есть это и более глубокое очищение, плюс энзимный пилинг, да, молочная кислота, которая в составе будет работать и как кератолитик, также даст дополнительное увлажнение коже, плюс здесь фруктовый петент, да, маска имеет pH 3,8, да, то, что позволит еще восстановить цвет и тонус кожи. По маске можно делать ультразвуковой пилинг, она вполне подойдет для ультразвукового пилинга, маску мы держим где-то от 7 до 15 минут, ориентируясь по состоянию кожи, да, то есть если чувствительность уже повышена, да, то время аппликации придется сохранить. Также хотела бы обратить внимание, я про тоники совсем не говорила, да, дополнительным увлажнением в течение дня, да, и после спортзала могут стать тонизирующие средства. Да, это не только хороший способ, да, дочистить, помочь коже очиститься, да, я все-таки считаю, что тоник – это средство для очищения, несмотря ни на что, если не брать тонеры, которые имеют несколько другую структуру, да, но, например, после очищения, да, то есть после снятия косметических средств, дочистить кожу очень хорошо с тоником. В данном случае я выделила два тонизирующих средства, которые помогут еще и восстановить баланс в коже водной, да, и после спортзала, да, и в течение дня, когда вы находитесь на диете, если нет возможности, да, у вас, например, нанести дополнительно косметические средства, да, а кожа пересыхает, то тоник с гидролизатом коллагена и тоник успокаивающий из линии The You Must Have тонер можно использовать в течение дня для дополнительного увлажнения, чтобы избежать шелушения кожи и, опять же-таки, дальнейшего его обезвоживания. Must Have тонер – это будет гидролат, это натуральный тоник, да, который в своем составе еще содержит депантенол. Если в течение дня, там, или после тренировки требуется восстановить кожу, да, или есть раздражение по какой-то причине, да, это может быть и как раз смена питания, да, или очень интенсивные тренировки, да, то лучше все-таки обратить внимание на него. Я, опять же, отобрала средства, которые практически нейтральны и именно в момент каких-то ограничений не будут вызывать раздражение и будут только помогать восстанавливать кожу, да, или максимально являться профилактическим средством в момент действительно таких вот серьезных ограничений в питании. Очень часто во время диеты привычные косметические средства и привычные процедуры могут вызывать и аллергические реакции, и раздражение, и, возможно, в первое время, да, напомню, что это от недели до полутора-двух месяцев, поскольку организм все равно будет перестраиваться на вашу новую систему питания, да, то могут быть действительно аллергические реакции на привычные средства. Вот, если честно, очень часто из моих клиентов многие говорят, вот, испортилось качество косметики, у меня там ничего не получается, какое-то раздражение, или там мой любимый крем не работает. Именно в момент ограничений такое может случиться. Либо нужно добавить к вашему привычному крему, да, какие-то дополнительные, да, в случае, очень я люблю, я прям, наверное, сразу к ней и перейду, потому что это первое, то, что, ну, я всегда рекомендую, к клиентам именно в момент каких-то серьезных моментов, да, будь то, там, путешествия на другой конец света, да, то есть смена климата резкая, да, или же быстрое такое вот похудение, смена питания. Это наша сыворотка 3D-увлажнение, в составе которой, да, то есть находятся три вида гиалуроновой кислоты, которые будут действовать последовательно, да, там же есть алоэ вера, он и увлажняет, и убирает в воспалительные процессы, да, при этом средство подходит как для людей с очень сухой кожей, да, так и для людей с проблемной кожей, кто склонен к воспалительным процессам, поэтому вот в качестве профилактики, да, и такого нейтрального средства, это сыворотка 3D-увлажнение, я пока вернусь к тоникам, да, и повторюсь, да, что в течение дня можно использовать тонизирующее средство просто как дополнительное увлажнение. Дальше при... Зачем я перешла? Про 3D-увлажнение сказала, да, и как дополнительное увлажнение, как в салонных процедурах, так и в домашнем использовании, маска Аква-удовольствия, да, которая содержит очень активный увлажняющий комплекс Аква-сил, сосудопротекторы, да, очень много для хорошей тонизации и более глубокого проведения, да, у нас может быть с вами увлажнение направлено, может увлажнение кожи быть направлено разными путями, да, это и увлажняющие средства, и глубокое проведение, да, посредством может быть и усиление кровообращения, дополнительного очищения, да, а также таки проведение какими-то либо физиотерапевтическими, либо инъекционными методами, да, поэтому здесь может быть разное направление. И маска Аква-удовольствия для действительно при большой потере воды, да, то есть когда это случается во время диеты, также отлично можно применять и в домашних условиях, например, вечером, да, сейчас зима, да, там вечером, и также в салоне вместе с процедурами, да, во время процедур, совместно с еще другими масками, например, если вы еще работаете с лифтингом, можно делать сэндвичи, можно использовать ее как отдельную маску для увлажнения. Также хотелось бы обратить внимание на продукцию, которая содержит совсем пробиотики, да, то есть это лизатые бифиды и лактобактерии, также на средства, которые содержат компоненты, которые обладают вот таким вот пробиотическим действием, да, для домашнего ежедневного применения, да, при смене климата, при смене питания в качестве профилактики, да, или уже когда проблема начинается, да, то есть можно использовать сыворотки пробиоски, да, которая содержит действительно лизатые бактерии, плюс в составе ее есть витамин С, этому компоненту мне хотелось бы действительно уделить внимание, потому что именно включать витамин С и в курсы процедур, и смотреть средства, в состав которых оно входит, да, плюс в составе пробиоскин находится Д-пантенол, который очень хорошо успокаивает кожу, да, и очень хорошо защищает гидролипидную мантию. Также в составе высокомолекулярная гиалуроновая кислота, да, которая будет защищать мягко кожу от потери воды. Также в процедурах и для ежедневного применения, такой у нас хорошо забытый, возможно, гель, да, может быть, кто-то про него не слышал, да, это гель увлажняющий плюс, он также подходит не только для кожи, которой требуется дополнительное увлажнение, да, для сухой кожи, но также отлично себя показывает на коже, склонной к высыпаниям, да, это жирная пересушенная кожа, да, это кожа подростков, гель увлажняющий плюс, идеальный гель для практически всех аппаратных методик, да, будет ультразвуковая терапия, микротоки, практически найдет он у вас в любом салонном применении, при помощи домашних гаджетов, он отличный, если кто-то будет использовать в домашних условиях, да, и также для ежедневного применения, для восполнения влаги в коже. Почему его, вот, рекомендую, да, я уже говорила о том, что фукогель обладает, да, восполняющим микробиом кожу действия, поэтому все-таки обратите на него внимание. И на случай, если что-то пошло не так, да, либо действительно уже проблемы усугубились, либо вы быстро потеряли вес, и здесь хотелось бы уделить внимание, это наша новинка, и сыворотка, которая достаточно долго создавалась, очень большой спектр у нее применения, и как раз в случае восполнения микроэлементов кожи, также в случае потери тонуса, в случае профилактики того же потери тонуса, да, и поддержание кожи именно в процессе похудения, это антиоксидантная сыворотка C-Energy, сыворотка с витамином С, у нее, помимо того, что там несколько видов витамина С, да, она содержит и липосомальный витамин С, и аскорбилоглюкозит, в составе ее есть неоцинамид, да, то есть это будет очень хорошая профилактика и высыпаний, да, очень хорошая профилактика сосудистых проявлений, также в составе есть уникальный фосфолибидный комплекс с дегверцетином, да, возможно, вы знакомы, я не сделала отдельным слайдом, но с линией нео у нас все знакомы, это линия в составе которой есть фосфолибидный комплекс с дегидрокверцетином, который является отличным сосудопротектором, противовоспалительное действие оказывает, да, и мы рекомендуем его для очень чувствительной кожи, для кожи с потерей тонуса, для возрастных клиентов, да, и в случае сыворотки Сиэнджи, там тоже в составе есть фосфолибидный комплекс, да, также в составе есть ресвератол, да, это один из мощнейших антиоксидантов, который не только хорошо тонизирует, да, но еще и является сосудопротектором, плюс, что, почему мне хотелось бы обратить внимание на эту сыворотку, да, по той простой причине, что очень часто проблемы быстрого похудения сопровождаются еще и пигментацией, да, то есть именно на смене питания многие обнаруживают у себя пигментные пятна, не такие, как при активном загаре, да, но такое тоже может быть, здесь еще и профилактика именно пигментации и различных воспалительных процессов на коже. Если же все-таки такая проблема, как потеря тонуса произошла, хочу обратить внимание на моделирующий гель для нижней трети лица. Вообще гель предназначен именно для работы со вторым подбородком, если здесь именно у вас проблема клиента направлена на потерю большого количества килограммов, да, то еще заранее стоит запланировать процедуры, которые вы будете делать с клиентами, чтобы избежать провисания нижней части лица, да, то есть когда проблема такая встает, уже может быть поздно, да, но здесь можно запланировать с клиентом процедуры, которые вы будете делать, да, используя гель и в аппаратной косметологии, да, и для ежедневного применения, если вы находитесь сами в процессе похудения и задумали распрощаться с большим количеством килограмм. Поэтому обратите на него внимание и в профилактических процедурах, да, и если же действительно произошла большая потеря веса и потеря четкости овала лица, появление брылей из-за быстрой смены, да, массы тела, здесь тоже на него стоит обратить внимание. Также есть при быстрой... Я не вставила. А, нет. При быстрой потере веса, когда тонус кожи снижен, хочу обратить внимание, тоже важно два средства. Можно как для молодых девушек, да, которые потеряли большое количество килограмм, да, так и для возрастных клиентов. Это омолаживающий концентрат 5 пептидов, который содержит достаточно сложный пептидный комплекс, который работает не только на уменьшение, например, который содержит пептиды миорелаксанты, которые убирают мышечную активность, да, но в составе есть еще и, как я говорила, матриксил, который улучшает плотность кожи, убирает глубину морщин, да, очень неплохо работает, именно поднимая дно морщины, выравнивая рельеф, да. Также есть противовоспалительный 3 пептид меди, который еще позволит и будет в качестве профилактики воспалительных явлений, да, и будет нивелировать воспалительный процесс и проявление акне, если они беспокоят клиентов, да. Для аппаратной косметологии, да, если вы будете включать процедуры микротоки или УЗИ-методы, да, для того, чтобы хорошо поработать с носогубной складкой, с вторым подбородком, да, и обеспечить четкий овал, стоит посмотреть, да, у нас, наверное, он самый популярный гель, да, это гель тонизирующий, который содержит в своем составе, да, основные антиоксиданты, используется он практически под все аппаратные методики, обеспечивает очень хороший лифтинг, его можно использовать в домашних, в домашнем ежедневном уходе, также хотелось бы обратить внимание, я его не сделала в слайдах, есть у нас в каталоге профессиональной продукции, да, в линии антиэйдж гель пятиновый, на него мало кто обращает внимание, только те, кто очень хорошо знаком с нашей продукцией, чем хорош гель, поскольку мы с вами сталкиваемся с тремя основными проблемами, да, это сухость кожи, потеря тонуса и раздражение, высыпание, да, пектиновый гель очень хорошо со всеми этими проблемами справляется, он очень хорошо увлажняет, плюс пектин очень хорошо суживает поры, убирает воспалительный процесс, у него PH 3,6, 3,8, сейчас вот точно прям, либо 3,6, 3,8, он немножечко закисляет, это профилактика воспалительных явлений, да, также пектин осветляет кожу, очень хорошо ее тонизирует, и идеально подходит и для аппаратных методик, можно использовать под массажи гуаша, можно использовать под классический массаж, единственное, скольжения под классический массаж не хватит, придется его использовать как сыворотку, да, и для ежедневного домашнего применения именно захватит все три проблемы, которые мы с вами обсудили, что будет отлично нормализовать работу сальных желез, тонизировать кожу, суживать поры, и поможет, это из бюджетных, наверное, таких вот уже вариантов, хотя реально работающий продукт, который действительно очень хорошо обеспечит и увлажнение, и тонизацию, и профилактику воспалительных явлений, на что еще хотелось бы обратить внимание, да, это на... ну, наверное, я по всем основным продуктам, которые идеально работающие именно в момент похудения, я их, наверное, все обсудила, у нас с вами еще осталось небольшое количество времени, могу поделиться еще средствами, которые лично я, например, использую в коррекции быстрой... быстрой потери веса, да, если есть какие-то вопросы, буду готова на них ответить, а так еще можно обратить внимание, например, на гель интенсив омоложения, да, который сейчас, наверное, затмели в зимний период средства с ретинолом. По аппаратам для... Спасибо за вопрос, да, по аппаратам для косметического кабинета очень много рекомендаций у нас от Ирины Викторовны, нашего физиотерапевта, практически под... Вот вчера как раз был вебинар по ультразвуковой чистке, да, обсуждали как профессиональные аппараты, так и аппараты для домашнего использования, именно можно прям сегодня даже... Вот, вот, тут вопрос по аппаратам к Ирине Викторовне, лучше задать вопрос, она сотрудничает с очень многими производителями, сама с удовольствием работает, да, со мной можно проконсультироваться по всем массажным техникам, которые, наверное, существуют в природе. Здесь я вам дам, наверное, больше такой профессиональный совет, нежели по аппаратной косметологии, потому что я работаю только с ограниченным количеством манипуляций, да, то есть понятно, что ультразвуковой пилинг я использую в работе, да, и микротоки использую в работе, но на сегодняшний день, наверное, у меня это все, да, в основном я применяю массажные технологии, да, и грамотный подбор средств, да, то есть такой многослойные, многоступенчатые процедуры, и я сторонник, например, там, сочетанных методов, да, то есть это и аппарат, и массаж. Вот здесь я вам дам более профессиональные рекомендации, а в выборе именно аппаратов все-таки лучше проконсультироваться с Ириной Викторовной, с нашей, она вам даст более компетентный ответ и сориентирует вас и по ценовой политике, да, и по мощности, поэтому больше...